Дорожная карта занятости Добрый вечер, с вами Ануар Амельдинов и это программа Дорожная карта занятости Коронакризис стал испытанием для всех стран мира, не исключение и Казахстан С целью недопущения резкого спада экономики, глава государства поручил правительству разработать комплексный пакет антикризисных мер Огромный акцент сделан на поддержании деловой активности и сохранении занятости населения В этом вопросе существенным инструментом выступила специальная программа Дорожная карта занятости 2020 В ее рамках работы будут обеспечены не менее 240 тысяч казахстанцев На реализацию задачи выделена беспрецедентная сумма 1 триллион тенге За счет выделенных средств по всей стране построят и реконструируют свыше 6600 объектов в социальной сфере ЖКХ, инженерной и транспортной инфраструктуре В разрезе регионов больше всего проектов инициировано в Алматинской области Их свыше тысячи В рамках Дорожной карты занятости нашему региону выделено более 105 миллиардов тенге В ЖТСУ создадут почти 21 тысячу рабочих мест Сколько человек уже трудоустроено по Алматинской области в нашем следующем материале Чтобы ни один вопрос, вопрос отвода земли Вопрос освобождения помещений для реконструкции или ремонта, или текущего ремонта, или басхажем старта Понимаешь, бюрократизма чтоб не было Все четко, понимаете Все должно быть отработано Чтобы подбор строительных компаний только надежных Только тех, которые могут правильно эти деньги реализовать и освоить Конкретные и исчерпывающие поручения главы ЖТСОМ от ДК Баталова Позволили незамедлительно приступить к воплощению масштабной республиканской программы Дорожная карта занятости в Алматинской области С момента старта реализации начался отбор подрядчиков Привлекались исключительно зарекомендовавшие себя на рынке строительные компании Параллельно с этим активно шла информационная работа с населением В центрах занятости населения ЖТСУ сам детально объясняли о возможностях и преимуществах трудоустройства через ДКЗ Помимо этого на всей территории области функционируют специальные мобильные пункты Которые также подробно ведут разъяснительную работу с гражданами В области создано 20 мобильных передвижных рекрутских пунктов Что такие рекрутские пункты? Это агитационные пункты Где нашими специалистами центра занятости проводится агитационная работа По программе Дорожной карты занятости Объясняют людям на вопросы отвечают На данный момент трудоустроено 15 600 человек Что составляет 74,5% от плана Из них 8 286 человек трудоустроено через центры занятости населения Также в рамках реализации ДКЗ создан областной штаб Им сформированы списки безработных граждан Которых согласно темпам строительства и реконструкции объектов трудоустраивают Большое внимание в работе уделяется занятости безработной молодежи С этой категорией граждан сотрудники центра занятости ведут работу на постоянной основе В ходе бесед уполномоченные лица помогают молодым людям найти работу по наиболее востребованным профессиям Благодаря обширному списку вакансий сложности в этом вопросе нет Говорят специалисты центра занятости У нас проводится круглый стол Пригласили мы сюда выпускников колледжей Также лиц, которые ищут работу Лиц, которые хотят переобучиться Приобрести новую профессию Для того, чтобы участвовать в проектах по дорожной карте занятости В основном это связано с дорожными работами Это и водители есть Дорожные работы, автогрейдеристы На текущем капитальные ремонты это дорожные рабочие Также штукатурщики нужны для этого, маляры нужны, питонщики нужны, аматурщики нужны Для этого мы сейчас работаем и с колледжами, которые выпускают специалистов, выпускников В целях недопущения эффективного или краткосрочного трудоустройства созданы специальные мониторинговые группы В них ходят сотрудники центров занятости, специалисты трудовой инспекции Уполномоченные лица следят, чтобы все работодатели, вовлеченные в программу дорожная карта занятости Выполняли свои обязательства в соответствии с требованиями ДКЗ Стоит отметить, что в рамках программы дорожная карта занятости Трудоустроенные должны получать оклад не ниже 85 тысяч тенге Средняя заработная плата трудоустроенных по проекту ДКЗ 88 тысяч 201 тенге составляет по области Не сталкивались, чтобы работодатель увольнял В основном это по инициативе самого работника В наше время столько проектов и предприятия, многие нуждаются в рабочей силе Работодатель обязан предоставить в центр трудоустройства и предоставляет приказ об его увольнении Всего в Алматинской области планируют трудоустроить почти 21 тысячу человек В рамках дорожной карты занятости в регионе ведется реализация свыше тысячи проектов На их воплощение выделено более 105 миллиардов тенге Быть занятым значит быть счастливым С этим высказыванием согласятся многие участники дорожной карты занятости Благодаря программе тысячи людей обрели не только доход, но и работу по душе Одним из таких является талдукурганец Даулен Телеубаев Сейчас мужчина занимается не только любимым делом, но и при этом получает хороший оклад С героем нашего следующего материала побеседовала Гульмира Тимиргалеева 45-летний Даулен Телеубаев родился в селе Калиновка Копальского района Алматинской области в многодетной семье В силу обстоятельств ни высшего, ни среднего специального образования он не получил В родном селе он и его семья жили за счет разведения скота Спустя два года после переезда в областной центр Даулен получил свидетельство об окончании профессиональных курсов сварщика В том же году мужчина с единомышленниками создал свою строительную бригаду Однако дело не заладилось и до недавнего времени ему пришлось подрабатывать на строительных объектах А в этом году пандемия и вовсе лишила Даулена заработка В центре занятости я подавал документы еще в 2010 году С того времени хватался за любую работу, что мне предлагали В этом году позвонили и рассказали про дорожную карту занятости Меня очень заинтересовало это предложение На сегодняшний день Талдыкурганским центром занятости реализуется порядка 45 проектов 38 из них городского и 7 областного уровней Проводятся работы по ремонту инженерно-транспортной инфраструктуры Жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, озеленения города и других сфер В текущем году запланировано трудоустроить 2062 человека Чуть более половины из этого числа, а это 1144, уже обрели работу Из них по программе «Дорожная карта занятости» трудоустроено 790 человек В основном это вакансии по рабочим профессиям Найти постоянную работу здорового мужчине очень сложно Но благодаря программе «Дорожная карта занятости» я смогу теперь содержать свою семью И самое главное, что эта работа мне по душе Да и зарплата хорошая Я получаю больше 140 тысяч тенге В мае этого года к нам обратился Даулен Тулиубаев Мы поставили его на учёт в качестве безработного В этом же месяце с появлением вакансии по программе «Дорожная карта занятости» Помогли ему трудоустроиться В настоящее время он работает дорожным строителем К тому же у Даулена есть возможность трудоустроиться на постоянной основе Проявив свои лучшие качества в работе В этом году по программе «Дорожная карта занятости» в ТО «Гордорстрой» пришло порядка 120 человек Я бы хотел отметить плюсы «Дорожной карты занятости» Многие жители не хотят идти на тяжёлую работу Благодаря этой программе к нам направляют рабочих, которым мы обучаем К тому же ещё доплачиваем зарплату за счёт компаний Лучших из них трудоустраиваем у себя на постоянной основе В нынешней ситуации, когда тысячи граждан в период пандемии лишились источников доходов Государственная программа «Дорожная карта занятости» доказала свою продуктивность Самая востребованная из всех госпрограмм Она даёт людям не только стабильный заработок, но и перспективу трудоустройства на постоянной основе Как видим, «Дорожная карта занятости» приносит свои плоды В области сохраняется продуктивная занятость населения Притом довольно в положительной динамике Кроме того, улучшается инфраструктура городов и сёл Об этом и многих других векторах программы мы поговорим в следующих выпусках Оставайтесь с нами на телеканале ЖТСУ До свидания, до новых встреч!